Вы формируете полнослойный лоскут. Отслаиваете по мукогенгивальной границе методом сплит. Перемещаете один сосочек к другому и вот здесь вы тушеваете. Элементарный, гениальный человек, который придумал. Я сама просто неоднократно оперировала подобным образом и очень хорошие результаты. Но рецессия ваша не должна превышать второй класс, естественно. Если это будет рецессия в зоне первого, зоне третьего класса, уже ни о каком благоприятном прогнозе речи не может быть. Какой это класс? Второй. Ничего страшного? Какие еще варианты? Как мы еще можем пооперировать такую одиночную рецессию второго класса? Так, что по переходной складке надо сделать? Вот я по этому анатомию и повторяла совсем. Какой лоскут? Ага, смотрите. Вот здесь вы отсекаете, правильно, просто горизонтальным разрезом. Вот эту часть отслаиваете полнослойно и вот сюда вы ее подшиваете. Ну, то есть наверх она тянется? Она не будет тянуться наверх. Ну, где он, то есть? Не будет она тянуться наверх. Нет, это очень хорошая методика. Она не работает на нижней челюсти. Она для верхней челюсти была придумана. Вот то, что вы говорите, это метод близкий к полулунным разрезам. Просто его придумали сначала полулунные разрезы. Кстати, давайте вернемся в первый класс. Мы это не обсудили. Вот он. Вот здесь тоже есть рецессия. И в свое время вот такие незначительные рецессии, особенно если они генерализованы, их много, не одиночные, немцы предложили оперировать полулунными разрезами. Они как делали? Вот так, как вы сказали. Да, почти близко к границе мукогенгевальной. Делали полулунные разрезы, повторяющие фистончатость десневого края. Перемещали от слоев вот эту вот часть. Сосочки были прикреплены и всегда сохранны. Это было всегда условием методики. Перемещали их вниз и отдавливали зону, в которой у вас освободилась обнаженная надкосница десневой повязкой. Получили много осложнений. И отказались от этой методики. И очень зря. Ее подхватили лет через 15 итальянцы. А они стали брать и фиксировать вот это просто швами. И подвешивающими швами они стали брать проволоку, ее каким-нибудь композитом жидкотекучим фиксировать на оральную поверхность и подвешивающими швами фиксировать на 10 дней вот этот полулунный разрез. И таким образом действительно... Почему? После... Ну, если у вас есть какие-то ретенционные пункты с оральной поверхности, то, конечно, не надо ничего выдумывать. Но если нет, то можно вот на неделю, на две туда сделать просто эту... Можно вообще флос туда приклеить обычный. Ничего... Все будет держаться. То есть, для тех условий, для той силы, с которой начнется глаза? Да, конечно, да. Там ничего такого вот. Я обычно могу вот отрезаю вот этот потолще, который такой, сатинкей, вот этот вот Урал-Би, и приклеиваю его на жидкотекучий. Таким образом решился вопрос. Почему было много осложнений? Вот эта часть умирала, потому что десневая повязка жесткая лежала. Она так передавливала все питающие элементы там, что очень много было осложнений. Ну, вот. А это, кстати, подвешивать придумал Зукелли. Это он модифицировал эту... Ну, придумали это немцы полулумные разрезы. Вы все правильно предложили, но не для этого клинического случая. А десна потом образуется там после полного разреза? Да, да. Там все заново зарастает. Вот смотрите, мы с вами поэтому обсуждаем область прикрепленной десны. Из нее будет расти все. Там же полнослойный лоскут у вас, там надкосница везде сохранная. Если вы сохранили где-то надкосница, она облагает богатейшим потенциалом для роста, для кондукции вот этого процесса, активации. То есть здесь организм сам все построит. Ему только надо помочь и не наносить ему лишнюю травму никогда. Значит, естественно, мы не обсудили в этой методике вертикальные разрезы, которые нужно будет произвести. Парадонтологам всего мира было принято такое решение, что мы делаем парапарадонтальные разрезы. Никогда парадонтолог не разрежет по зениту. Это значит, что он никогда не сделает разрез в центре зуба. Но я бы сделала это вот так. Для того, чтобы ваш лоскут был подвижен, мобильен, я делала, в принципе, такую методику с отслоением в сплит и без. Без вертикальных разрезов тоже получается хорошо. Но если вы почувствовали, что у вас натяжение есть и швы разойдутся, сделайте вертикальные разрезы. Я стараюсь все-таки как-то по последней тенденции уходить от возможностей от каких-либо вертикальных разрезов в зоне операционной. Лучше тогда отслоиться, может быть, еще на один зуб в сторону по переходной складке. Мы как раз классификация, я думаю, закончим, а после перерыва уже в более интересном подойти. Рецессия по Миллера третьего класса. У нас сообщается, здесь не очень удачный пример, честно говоря, не клинический пример. Ну вот, границы там, фактически, да, отсутствует прикрепленная десна. Сообщается она с мукогенгевальной границей, но это не самое большое горе. Самая большая проблема – это рецессия сосочка уже произошла. Здесь, я думаю, что первое ваше действие, которое должно быть – это рентген-диагностика. Сначала, в общем, надо полную диагностику пациента провести, понять, что с ним, какая у него будет коррекция, какое будет лечение. Потому что здесь парадонтолог – сопутствующий специалист. Это не ведущая патология парадонтологическая. Здесь вы можете поддержать и помочь мягкий тканный комплекс на каком-то этапе, возможно, либо ортопедическом, либо ортодонтическом, да, либо еще каком-то. Мы обсуждали, я не сторонник удаления всех зубов, имеющих рецессию третьей степени, потому что не все имплантаты интегрируются, не все приживается. Все равно, если есть какая-то возможность и целесообразность сохранения своего зуба, мы пока что разговариваем о зубосохраняющих вмешательствах. В этом случае, да, как бы тут ведущая патология другая. Я думаю, что требуется однозначное вмешательство ортопеда и ортодонта, возможно, совместно, возможно, по раздельности, возможно, только ортодонта. Но без ортопеда, скорее всего, что такое снижение межриверной высоты уже не восстановить. Потому что, ну, там видно, насколько уже стираемость боковых участков произошла. Но я думаю, что прикус этот глубокий был изначально такой травмирующий, он просто усугубился с течением времени. Потому что ортодонтическая патология, она взрослеет вместе с пациентами и усугубляется. Ну и печальный-печальный результат. Рецессия четвертого класса. Если там произошло чудо и сохранные костные структуры, скорее всего, что это не так, то коррекция здесь изначально ортопедическая, с кучей каких-то, в общем-то, сначала костных пластик и так далее. Я бы, честно говоря, не вкладывала бы в это деньги, потому что прогноз будет, скорее всего, неудовлетворительным. Особо посвящать мне не очень хочется в то время, потому что вы все прекрасно понимаете, что здесь мы ничего предложить пациенту не можем. Вот только диагностически отслоиться от Анастасии, посмотреть, сколько там костей. Слышать на место. Ну и сказать, что ничего не получилось. К огромному сожалению пациент сам довел эту ситуацию, потому что это развивалось не один день, это не острая аргентная история. Это ситуация старинная. Вот так получилось. Ну, прекрасно. Теперь мы после перерыва подойдем ближе к тому, что нас интересует на самом деле. Мы познакомились с классификациями рецессий. Причины рецессии... Ну вот, она здесь на каком? Это причина? Раз, два, три, четыре... На пятом месте, в середине. Это повышенная травма, повышенная чистка зубов. Анатомическая предрасположенность зуба и потери к обнажению корня. Позиция зуба, то есть экклюзионная травма. Или позиция, когда зубы дистопированы, как правило, в зоне дистопии всегда. Уболь, дегестенция кости вестибулярной. Анатомическая предрасположенность к рецессиям, которая лежит в основе индивидуального биотипа Дисны. Парадонтальная деструкция, травматическая окклюзия. И так дальше травматическая патология. Ну, в общем, на самом деле, если мы уже разобрались с пациентом, с тем, почему это произошло, как это произошло, и что мы будем делать. Мы провели все необходимые манипуляции, консультации перед тем, как его взять на операцию. И все-таки принято решение его оперировать. Мы планируем свое оперативное вмешательство. Оперативное вмешательство вы планируете с учетом классификации рецессий, объема прикрепленной Дисны с учетом этой класса рецессий. И анатомических возможностей, то есть принадлежность к челюсти. Или анатомические возможности, вообще особенности во рту у пациента, которые вы там можете использовать или не можете использовать. Здесь продемонстрирована рецессия первого класса. Для рецессии первого класса существует множество методик. Как правило, все они будут работать, потому что рецессия благоприятна, прогностична, ее устранение в 95% случаев. Как бы вы ее не резали, что бы вы с ней не делали, чаще всего она, конечно, все-таки закончится хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!